МОЛДАВСКАЯ СОВЕТСКО-СОУТАРИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА Здравствуйте, дорогие друзья, Буны Зива. Молдавская Советско-Социалистическая Республика была создана 2 августа 1940 года и просуществовала до 27 августа 1991 года. Обстоятельства создания этой Советской Республики достаточно сложные и напрямую увязываются с событиями Второй мировой войны. Вообще в сферу прямого влияния Российской империи Молдавия, позже ее называли Бессарабия, попадает еще в XVIII веке. И к 1917 году возникает Молдавская демократическая республика после распада Российской империи, которая оказывается под прямым влиянием Румынии. И позже, в 1924 году, создается Молдавская автономная советско-социалистическая республика в составе Украинской СССР. К 1940 году Советский Союз, который так и не признал вхождение Молдавской демократической республики в состав Румынии, пишет ноту. В то время Румыния была союзником Германии и Италии, союзники не поддерживают Румынию. И 27 июня 1940 года правительство Румынии в свою очередь издает ноту, в которой соглашается передать часть Бессарабии. В результате возникает уже к 2 августа, как я упомянул, 1940 года Молдавская советская социалистическая республика. Практически сразу молодая республика, советская касса в условиях войны. Учитывая обстоятельства присоединения, неудивительно, что часть населения Молдавии воюет на стороне, так сказать, как одной, так и другой. Но в общей сложности более 250 тысяч жителей Молдавии участвуют в войне в составе советских войск. Из них более 40 тысяч погибает. О том, как умеют воевать в Молдавии, свидетельствует то, что 23 героя Советского Союза по итогам Великой Отечественной войны, собственно, было в Молдавии. После военные годы связаны с очень сложными событиями, историческими событиями, экономическими, социальными в Молдавии. Сразу же после войны разразился голод. Начинается достаточно активная политика репрессий, депортации, борьба с кулачеством. Но это все, все вот эти негативные перекосы внутренней политики Советского Союза компенсируются в какой-то мере, условно, конечно говоря, тут компенсировать невозможно. Очень активной экономической и, опять же, социальной и культурной политикой. Огромные ресурсы направляются на восстановление Молодой Советской Республики. Практически за короткий срок быстро восстанавливается и инфраструктура сельского хозяйства, что немаловажно. Восстанавливается и начинается, по сути, с нуля создание промышленности. Очень активно идут процессы, связанные с развитием образования и культуры. И уже примерно к середине 50-х годов можно говорить о том, что экономика Молдавской ССР выходит на достаточно такой позитивный уровень. В целом, экономика Молдавии исторически всегда и, собственно, в советское время была, прежде всего, ввязана с сельскохозяйственным сектором. Очень удобный климат, плодородные почвы. Ну и, соответственно, основные отрасли – это виноградарство, щивотство, развитие тех или иных форм хозяйственных, связанных с производством плодов, прежде всего, фруктов, табака. Ну, конечно же, виноделие было одной из таких ведущих отраслей. Уже в советское время активно начинается создание крупных промышленных центров, и они формируются в пределах столицы Молдавии – Кишинева, Бельцы, Бендеры. В этом смысле ставка на электроэнергетику и машиностроение себя вполне оправдывает, потому что проблему с энергетикой удалось решить через создание молдавской ГРЭС, через строительство крупных ТЭЦ, таких как Кишиневские, Первая и Вторая, Бельцкие, Дубоссарские. Ну и, соответственно, уже к середине 60-х годов Молдавия вполне выходит на приличные темпы и по созданию тех или иных приборов, связанных с электроэнергетикой, холодильники изготавливаются, ну и так далее. То есть в промышленном смысле она была достаточно неплохо развита. Ну а уж чего говорить-то о сельском хозяйстве? К концу 80-х годов 489 совхозов, более 370 колхозов на территории Молдавии. Это по концентрации, пожалуй, один из наиболее развитых в плане инфраструктуры сельского хозяйства регионов был Советского Союза. И, собственно, молдавская сельхозпродукция была знакома всем без исключения жителям СССР. Ну, конечно же, прежде всего, как я уже упоминал, продукты виноделия. Практически весь спектр, всю линейку вин Молдавия производила. Достаточно вспомнить об известных, допустим, таких марках, как Белый Аист, хорошо известный всем, или Букет в Молдавии. Но не случайно, если говорить о туризме, в советское время Молдавия была одним из центров развития такого очень интересного и малоизвестного, на самом деле, явления под названием винный туризм. Туда отправлялись, что называется, целыми автобусами приобрести дешевое и качественное вино, буквально с канистрами, что называется. Ну, и, кроме того, конечно же, в рамках как этого винного туризма, так и в рамках культурных разного рода акций разрабатывались и существовали. И, собственно говоря, в чистом виде туристские экскурсионные маршруты во многом также связаны, допустим, с посещением крупнейших в Европе винных погребов в Криково, Малых Мелештах. Ну, и, кроме того, Молдавия – это очень неплохо исторически развитое место, поэтому и средневековые монастырии, и различные достопримечательности, и наличие сети бальнеологических, так сказать, учреждений в виде санаториев тоже пользовались популярностью в советское время. Культура Молдавии развивалась достаточно интенсивно, и имена многих деятелей культуры хорошо известны в области архитектуры, литературы, изобразительного искусства, в области музыки. Наверняка даже современной аудитории вспоминаются такие имена, как Штефан Няги, Давид Гершфетт, или же, допустим, Евгений Дога, классик наш, хорошо всем известный. Практически в любой советской квартире были пластинки с записями тех или иных молдавских ансамблей и групп. Ну, в частности, такие ансамбли, как Кодру, Лоитарий, Аризонт, были очень-очень популярно известны, не говоря уже о знаменитом академическом ансамбле народного танца «Жок». Мне лишь единожды удалось побывать в Молдавии, я до сих пор нахожусь под впечатлением от благожелательности, от вот этого добрая атмосфера, от моих хороших знакомых, молдаван, и от высокого уровня гостевой культуры. Я искренне от всей души желаю молдавскому народу успехов и процветания, ну и надеюсь, что рано или поздно нас судьба еще раз сведет с этим прекрасным, очень интересным, с глубокими историческими корнями, с высокой современной культурой, краем и его жителями. Всего хорошего, до новых встреч, дорогие друзья!